В начале я думал, Малайзия, нахуя присылать один и тот же продукт, но в 25 граммах. Потом я думал, что Малайзия Антабака выпустила новый продукт под названием стик, и под этим стиком внутри упаковки должен был быть одноразовый пот. Ну, вот эта хуйня, которую можно курить, типа HUD. Но, мой друг, как оказалось, что это совсем абсолютно другой продукт, вот в таком вот тупусе, который никому в жопу не залезет, но ты можешь его выиграть. И здесь новый продукт, которым нужно разобраться. Что сегодня у нас по программе этого видео, я вам объясню. Первое. Мы разберем этот бокс, попробуем Малайзия Антабака. Я вам расскажу, какие от него ощущения и что же в нем поменялось. Второе. Мы разыграем этот бокс. Третье. Мы выберем победителей прошлых конкурсов, а именно, кто выиграет коробку пасты Space Mook, а самое главное, кто выиграет бокс жирный. Бёрн и Кслава Касаткин. Так что обязательно поставь лайк, и, возможно, ты станешь победителем. Давай разбираться. У нас есть вот такой вот боксик. Я вначале думал, там какая-то картина, либо чертежи, либо вообще хуй резиновый. Но всё куда интереснее. Давайте мы это всё откроем, всё это высыпем, и начнём с вами примерно разбираться в боксе. В боксе много что напихано, и это требует прям детальной разборки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, в принципе, не всё. Сейчас последний вкус достану. Среди мундштуков он затерялся. Так, ты можешь выиграть его, не забывай. Давай смотреть, что у нас есть. В этом боксе есть вот такая колоночка. Изначально она себе содержит информацию, которая расскажет о этом боксе. Примерно вот так. Я рада представить тебе Малайзиан Стик. Это совершенно новые 24 вкуса. Крутое сырьё, удобная фасовка и средняя крепость по доступной цене. Также, помимо всего этого, в тубусе ты найдёшь малайзийский мундштук. Короче, ты понял. Вот эту штучку можно будет использовать вообще не по назначению, да? Это обычная блютуз-колоночка, портативная. В ней, кстати, флешка на 64 гига. Можешь забрать себе. Далее. Был набор стикеров. Была пиво-открывашка. Специально, чтобы ты в Малайзии открывал пивасик. Были вот такие вот стикеры. Были поп-сокеты. Я не понимаю вообще, нахуя они нужны, они неудобные. Вот это я назвал ухочисткой на соковырялкой. Это вот такая вот палочка ведьмы. И ей типа а-ля удобно со стика вытаскивать табак и ложить его в чашку. А что было ещё? Что было ещё? А, ну, в принципе, всё. И, собственно, сам продукт. Сам продукт вот в таких вот маленьких стиках, маленьких пачечек. И я сразу скажу, что по дизайну они не такие охуенные и яркие, как были раньше. Да? То есть не как были раньше, а как у Блейза, у Микса и у табака. Здесь я немного попроще, но... Почему? Потому что пачка маленькая, а вот эти вот все штучечки забрали большую часть дизайна. И по-другому здесь, скорее всего, было сложно всё это разместить. Есть у нас вкусы. Половину вкусов я прокурил, но не переживай, тебе достанутся вкусы тоже. Не переживай за это вообще никогда. Так вот, давай сейчас мы с тобой выберем, что мы будем курить. Я тебе продемонстрирую, как удобненько всё это выложить в чашечку и насколько это нынче удобно. Давай возьмём такой вкус, как Сугар Куки. Я его, кстати, не пробовал. И мы сейчас с тобой его попробуем. Смотри, первый лайфхак, чтобы очень долго не ковыряться в этой пачке, а можешь мне поверить, если ты сейчас не сделаешь так, как я, то ты будешь очень и очень долго ковыряться в этой пачке. Мы берём вот эту крышечку, либо другую, либо какую-то кредитную карту, и в сторону, где у нас отрывашка, мы это всё туда заранее подгоняем. Видишь, табачок. Не переживай, здесь 25 грамм нечистого табачного листа, поэтому сюда это залезет всё идеально. Также мы взяли чашечку облака, икс Малайзия, который будет тоже в боксе. Потом мы это всё вот так открываем, и не мучаясь, и не ковыряя вот этой палкой, мы просто аккуратно с тобой до единого грамма всё вываливаем. всё. Уф, 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 как божественно это пахнет. Всё. Тебе больше ничего не нужно делать. Но, зная манеру некоторых людей курить, я не знаю, с чем это связано. Я, в принципе, выдавил, ну, абсолютно весь табак. Ну, ладно, вот здесь грамм остался. Но чашка у меня облака не заполнилась. То есть, такое ощущение, что сюда нужно ещё выдавливать пачку. Что за ёбаная магия, блядь. Я не буду говорить о том, что, ебать-то, нас Малайзия наёбывает. Здесь нихуя не 25 грамм, блядь. Но, если так подумать, что это, как бы, облачко, блядь, довольно-таки жирное. Этот пакетик ты потом просто выкидываешь. Всё максимально комфортно и просто. А я пошёл сбегаю за, конечно же, уголёчками. Подожди немного. Кто знает, что мы должны выбирать победителя из прошлых видосов. И сегодня у нас их будет целых два. Первый победитель это тот, кто выиграет Space Mook пасту. Целую коробку больших выдавливающихся штучек в чашку. А второй победитель выиграет очень жирный бокс от компании Бёрн и Кслава Касаткин. Пасту Space Mook выигрывает вот этот комментарий. Пиши мне. Бокс от компании Бёрн и Кслава Касаткин выигрывает вот этот комментарий. Напишите мне, красавчики, я вам сразу всё отправлю. Давай я попробую тебе рассказать топ максимально крутых вкусов, которые тебе в первую очередь стоит попробовать. Потому что я уже прокурил все вкусы, это у меня другие вкусы. И, конечно же, у меня есть целый бокс специально для тебя, который не тронут вообще. Double Berry двойные ягодки, грубо говоря, очень крутой вкус, его я тебе рекомендую попробовать. Mango Dessert обязательно покупай, если ты любишь манговый коктейль, особенно если ты любишь манго с молоком, примерно что-то такое, то тебе тоже понравится. Rich Peach богатый персик. Реально, персик богатой мощной ароматики. Я его тебе тоже рекомендую. Tropical Iceland, я тебе его тоже рекомендую попробовать. И закончим всё это топ 5 таким вкусом, как цитрон. Это именно те 5 вкусов, от которых я реально кончил, я кайфанул, и когда я их прокуривал, я реально охуел. Это прям топ-топ. Но это не значит, что остальные 24, остальные 19 вкусов будет полнейшим говном. Нет, там ты найдёшь то, что тебе нужно. И я думаю, наш кальянчик уже прогрелся, и мы должны его взорвать. Дава, хватит отдавать боксы. Ты же должен их собирать, чтобы потом открыть музей для подрастающего поколения. Ты же хранитель боксов и хранитель всего, что производит кальянная культура. Но нихуя, я готов его разыграть. Потому что он охуенный, я считаю, что он должен быть и у обычных людей. Я считаю, что он должен быть у тебя. Поэтому вкратце, чтобы выиграть этот бокс, ты должен написать любой комментарий под этим видео, а в частности касаемый темы Malaysian Stick. Подписаться на мой канал, поставить уведомление и поставить лайк этому видео. А самое главное, твой аккаунт на YouTube должен быть открыт для подписок. То есть, чтобы я зашел к тебе и реально увидел, подписан ты на меня или нет. Крепко. На самом деле у тебя, у меня давно сложилось впечатление о бренде Malaysian Tobacco, Danger Team. Ты думаешь, ебать, сейчас утречка запью, кайфану от легкости, от ароматики и поеду по своим делам. Но Malaysian Stick тебе говорит, хуй тебе на губу. Ты сейчас присядешь и тебе будет немного некомфортно с утра. Потому что Malaysian Stick это вареный Бёрли плюс Вирджиния и он значительно крепче, чем Malaysian Tobacco. При грамотном прогреве... Уфуфуфуф. Че-то прям не стрельнуло. Прям поддавило так хорошенечко. Продолжаю. При правильном прогреве этот продукт выдаст очень хорошие результаты по крепости, по ароматике и, наверное, по насыщенности в целом вкуса. Очень здорово курица. Прям приятно. То есть большая разница. И знаете, в чем самая проблема? Что Malaysian Stick, лично для меня, убивает Malaysian Tobacco. Дело даже не в вкусах. Дело не в миксах, которые есть во вкусах. А дело, наверное, к привычности, тому, что ты куришь. Malaysian Tobacco я курил по утрам, либо вечерочкам, когда вот прям очень не хотелось сильно напрягаться и курить что-то крепкое. Malaysian Tobacco меня очень сильно выручал. Но сейчас есть стик, который очень крепче, чем Malaysian Tobacco, но при этом он полностью перекрывает мою потребность. И когда у меня возникает выбор, что же покурить, Malaysian Stick или Malaysian Tobacco, то, как бы не было все плохо, я выберу стик. Да, John Stick. Ну что, я думаю, я вам многое уже рассказал, выбрал победителей, рассказал условия, давайте теперь подведем итоги. Я выбрал топ-5 вкусов, которые мне максимально понравились. А остальные 19 вкусов, которые остались, они тоже очень крутые. Я не говорю, что они беспонтовые. Просто эти 5 вкусов оказались гораздо мощнее, приятнее и, наверное, более ближе мне по натуре, чем другие. По минусам продукта. Некрасивая упаковка, но она некрасивая, потому что решили, наверное, удешевить... Решили, наверное, удешевить стоимость продукции на полочке, потому что сейчас этот продукт максимально доступен в рознице на полках и гораздо круче, чем в Щербетле, а далее и прочее. А также из минусов, наверное, неудобство работы. Еще добавлю такой минусик, что на старте табачок немного прям вот-вот-вот дает тебе по горлу, но в дальнейшем все нормально. Но я считаю, это тоже минусом. Из плюсов ты забил и выкинул нахуй пачку эту. Потому что она не представляет никакой ценности. Все самое ценное у тебя уже в чаш. Аромки и вкусы. И самое главное, он очень хорошо дружит с температурой. Как во время прогрева, так во время курения. И, конечно же, самое главное, тебе не нужно ебаться с контролем жара, потому что он такой, знаешь, ну добрый, что ли, я не знаю. Это вот просто куришь и куришь и все. Что еще хочу сказать? Я тебя очень люблю. Скоро Новый год. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Участвуй в конкурсе. Это был Дава Дым и новый продукт от компании Danger Team Malaysian Stick. И не забывай, что вот это тебя ждет, считай, на Новый год. Крутой подарочек. Участвуй. Участвуй. Продолжение следует...